В конце декабря улицы Петербурга традиционно превращаются в волшебное царство разноцветных огоньков, мишуры, снеговиков и игрушечных Дедов Морозов, чья красная шуба и кудрявая белая борода виднеется из каждого магазинчика. Праздничную атмосферу чувствуют даже самые заядлые скептики. Что уж говорить о молодежи. Например, вот этой девушке, выходившей из торгового центра с двумя огромными пакетами в руках. Зоя любила Новый год. Ей нравилось выбирать подарки родным и друзьям, продумывать меню праздничного ужина, смотреть по телевизору иронию судьбы и просто верить в чудеса. Ведь загаданное в Новый год желание обязательно сбудется. Хоть за ее недолгую жизнь такое было лишь несколько раз. И то в детстве, когда родители клали под елку подарок, который она просила в письме Деду Морозу. Но Зоя все равно не сдавалась. Как жить на свете без веры в настоящее чудо? Докупив последние подарки в суматохе предновогодних распродаж, Зоя села в маршрутку и устроилась с объемными пакетами на заднем сидении, чтобы не мешать другим пассажирам. Так, маме купила, папе купила, Ленке купила. Мысленно перечисляла она приобретенные подарки и на всякий случай сверялась с записной книжкой в телефоне, где составила список. Родители, сестра, племянник, друзья, коллеги. Вроде никого не забыла. Зоя похвалила свою память. Она заглянула в пакет и, увидев на самом верху книгу братьев Стругасских за миллиард лет до конца света, улыбнулась. Зоя знала, как он любит настоящие книги, чьи листы еще пахнут типографской краской, а шелест страниц помогает погрузиться в волшебный мир. Шурша пакетами, Зоя вышла на своей остановке и не спеша пошла по заметенной тропинке к дому. В Питере снег не так часто задерживается к Новому году, превращаясь обычно в серую соленую кашу, хлюпающую под ногами. Но на радость горожан пока этого не произошло, и все надеялись увидеть в новогодние праздники белые пушистые хлопья снега, а не мелкий противный дождь. Включив в прихожий свет, Зоя скинула сапоги и крикнула «Тимош, я дома!». На ее зов в развалочку вышел большой рыжий кот с белыми носочками на лапах и темно-коричневыми разводами на спине. Плюхнулся на бок и растянулся во весь рост, чтобы хозяйке было удобнее гладить его по белому пушистому пузику, а получив, что хотел, довольно заурчал. «Ты ж мой толстячок! Кушать пойдем?» – предложила Зоя, а кот, услышав заветное кушать, резко поднялся на лапы и деловито зашагал на кухню, опережая хозяйку. После ужина Зоя переоделась в домашние клетчатые штаны и просторную футболку с Микки Маусом, собрала длинные каштановые волосы в импровизированный пучок и разложила на диване купленные подарки. Со скорпулезностью биржевого маклера она прикладывала к фигурным полотенцам, свечкам и сувенирам новогодние открытки, а подарки для самых близких поместила в яркие картонные пакеты. Осталась лишь книга Стругацких, с которой Зоя решительно не знала, что делать. Этот подарок она купила Олегу. Он пришел в их фирму только полгода назад, но Зоя успела понять, что влюбилась без памяти. Пусть он был с нее ростом, не ходил по спортзалам и носил смешные очки, но разве это важно? Тем более, что себя Зоя оценивала вполне критично. Да, она любила пирожки и ватрушки, засматривалась сериалами и не так часто ходила на каблуках. Поэтому, может, для кого-то Олег был скромным ботаником, но она-то видела, какой он умный, веселый и родной. Они вместе ходили на обед, переписывались в корпоративном чате, но Зоя не знала, как он относится к ней, как к девушке, нравится ли ему, или она для него просто друг. Эх, Тимошка, вот как понять этих мужчин? Обратилась она к коту, потому что рядом больше никого не было. Но тот в ответ лишь зевнул и, подложив лапу под голову, удобнее устроился на спинке дивана. Мы с ним каждый день переписываемся, он всегда зовет с собой на обед, но ведь ни разу Олег никуда не пригласил меня вне офиса. — Как думаешь, почему? — спросила Зоя у кота, на что он лишь приоткрыл один глаз, но потом снова его закрыл. — Наверное, я ему все-таки не нравлюсь, — продолжила размышлять она. — Но как же узнать наверняка? Шумно спрыгнув со спинки дивана, Тимофей забрался к хозяйке на колени и потыкался холодным носом ее ладошку. Зоя поняла его прозрачный намек и погладила любимого кота по спинке. — Блин, как было бы здорово, если бы ты умел разговаривать, — мечтательно вздохнула она. — Ты бы точно помог мне разобраться с Олегом, я знаю. — Вот хоть бы на один денечек дали тебе возможность говорить по-человечески. Тем более завтра 31 число, а в этот день, возможно, все, я верю. Зоя задумчиво взглянула в окно, где в оранжевом свете фонаря лениво кружились пушистые снежинки. Кот приподнял мордочку и с интересом посмотрел на хозяйку, словно понял смысл ее слов, а Зоя поцеловала его в мягкую шерсть и прижала к груди. — Ну что, идем спать? Завтра нам предстоит волшебный день. Они уснули ближе к полуночи. Пристроившись на одеяле, от лег в ногах любимой хозяйки и прикрыл веки, намереваясь заснуть. Но вдруг его ухо дернулось в сторону двери, и Тимофей открыл глаза. Он увидел, как в комнату влетело полупрозрачное блестящее облако и, минуя голову Зои, опустилась на его собственную, отчего Тимоша громко чихнул. — Фу, как же пыльно у нас! — проговорил он, и, свернувшись калачиком, уснул. Зоя проснулась в начале десятого. Через тонкую тюль в комнату пробивались лучики света, и Зою порадовала, что на небе появилось солнышко. После недели пасмурной погоды оно было лучшим подарком к Новому году. Первым делом Зоя поискала Тима. Кот, как всегда, мирно спал возле ее ног, но стоило ей пошевелиться, как и он открыл глаза, будто все это время бодрствовал. — Доброе утро, Тимоша! С наступающим тебя! — радостно рассмеялась Зоя и сладко потянулась. — И тебя, хозяйка! — раздался певучий голос. От неожиданности девушка с грохотом свалилась с постели, запутавшись в одеяле. Зоя пыталась понять, проснулась она или нет, и стряхнула головой, но только еще больше спутала и так непослушные кудрявые волосы. — Покажется же такое! — пробормотала она себе под нос и поднялась с пола. Кот, как ни в чем не бывало, сидел на диване и с интересом рассматривал хозяйку. И Зоя потрепала его за загривок. Но только она направилась в ванную, как услышала за спиной все тот же голос. — Так что, тебе нужна моя помощь или нет? Подпрыгнув, Зоя вскочила и резко обернулась. В комнате никого не было, кроме кота. Экран у телефона не горит, телевизор выключен. Так что же это за голос? Кто это говорит? — осторожно спросила она, оглядываясь по сторонам. — Кто-кто? Кот в пальто. Слушай, ты сама хотела поболтать со мной, а сейчас пугаешься. Только давай сначала позавтракаем, а потом все обсудим. И еще, я сухой корм сегодня не буду. Нет настроения. Дай мне лучше той вкуснятины из железной банки. Праздник же! У Зои чуть глаза из орбит не выпали, когда она увидела, как у Тимоши двигается рот, и оттуда звучит человеческая речь. Рыжий кот не стал ждать, когда хозяйка отойдет от шока и бесшумно направился на кухню. Зоя проводила его взглядом, не в силах сдвинуться с места, пока не услышала. — Хозяйка, не тормози! Есть же охота! Наложив в миску кусочки мяса из жестяной банки, Зоя завороженно наблюдала, как кот с аппетитом принялся за еду. Она никак не могла поверить в то, что слышала собственными ушами, ей до сих пор все это казалось сном. — Ты что, правда умеешь разговаривать? — недоуменно спросила Зоя. Тима довольно облизнулся и запрыгнул на соседнюю с ней табуретку. — Вообще нет, но сегодня у вас у людей особенный день — Дед Мороз, чудеса и прочая лабуда. Ты же сама веришь в нее с детства. Наверное, вселенная услышала твою просьбу и вуаля! — кот подмигнул ей. — Слушай, хозяйка, ты хотела поболтать со мной хотя бы денек, а сейчас только и делаешь, что задаешь глупые вопросы. Пользуйся моментом. Навряд ли у нас с тобой потом появится такая возможность. Кстати, пока не забыл. Мне больше нравятся консервы со вкусом кролика, а не курицы. Имей в виду. — Вот дела. У меня живет говорящий кот. Кому рассказать не поверят. Это же настоящее чудо! — восторженно воскликнула Зоя и захлопала в ладоши. — Так ты никому и не рассказывай, а то в дурдом увезут! — промурлыкал Тимофей и пару раз умылся лапой. — Издеваешься? — рассмеялась девушка и погладила кота по голове. Он довольно прикрыл глаза, но вскоре снова их открыл. — Ладно, это мы еще успеем. Давай сразу к делу, по поводу Олега. — А при чем тут Олег? — Ну как? Ты же хотела, чтобы я тебе помог с ним, верно? — Вот что я об этом думаю, — серьезно заявил Тимофей. — Судя по тому, что ты рассказывала, Олег такой же, как и ты, неуверенный в себе любитель сериалов и книг, который твердо знает, что не может привлечь понравившуюся ему девушку, поэтому и не предпринимает никаких шагов. Конечно, тут ты можешь вполне справедливо заметить, что он, мол, мужчина, поэтому должен делать первый шаг. Но в нашем безумном мире, где все перевернулось ног на голову, женщина тоже должна не прощелкать свое счастье. Тебе нужно его лишь подтолкнуть к нужному нам результату. У Зои невольно округлились глаза от подобных речей из кошачьих уст. — И откуда ты все это знаешь? — она вопросительно посмотрела на рыжую мордочку. — Думаешь, что пока тебя нет, я только сплю и ем? — Вообще-то я люблю читать в интернете статьи по человеческой психологии. Это как-то успокаивает, промурлыкал Тимофей. — Ладно, предположим, ты прав, но что же делать? Олег мне очень нравится. Запрыгнув на подоконник, чтобы быть на одном уровне с ее лицом, кот принялся ходить взад-вперед и говорить. — Это я понял давно. Смотри, у меня есть план. Мы с тобой дома что-нибудь сломаем, а ты позвонишь Олегу и попросишь его помочь. Дадим ему почувствовать себя мужчиной. — Нет, я так не могу, — смутилась девушка. — Почему? Так ведь это же обман. Тим фыркнул и почесал за ухом, всем своим видом показывая, это ерунда. — И что? Ты ведь женщина, поэтому должна быть хитрее, — заявил он. — Замечательно. Мой же кот учит меня, что делать, — усмехнулась Зоя и потрепала его за загривок. — Ну а как с тобой иначе? Так до старости в девках засидишься. — Знаешь что? — возмущенно начала Зоя, но вдруг ее взгляд остановился на настенных часах. Если она продолжит спорить с собственным котом, — боже, какой абсурд, — то точно ничего не успеет. Поэтому она решила, что выскажет ему все позже, а пока предупредила. — Я сейчас пойду в магазин, потом забегу к родителям, поздравлю, а то они скоро уезжают в санаторий, ну а как вернусь, будем с тобой готовить праздничный ужин. — Так, а что насчет Олега? — спросил кот. — Слушай, Тимош, я, конечно, ценю твою помощь, но это слишком. Давай просто вместе отметим этот Новый год и от души поболтаем, пока у нас есть время. Заодно куплю тебе побольше пакетов с кроликом, — улыбнулась Зоя. Кот Тимофей скептично посмотрел на нее и добавил. — Можно еще с ягненком, он тоже ничего. Девушка рассмеялась и поцеловала домашнего любимца в пушистую щеку. — Ой, ну ладно, давай только без нежностей. Фыркнул он и, спрыгнув с подоконника, вернулся в комнату. Пока Зоя собиралась, он устроился на кресле, аккуратно прикрыв пушистым хвостиком мобильный телефон хозяйки, и притворился, что спит. Услышав хлопок входной двери, Тимофей открыл один глаз и удостоверился, что Зоя ушла. Его уши просканировали обстановку в квартире и уловили лишь тиканьки на стенных часов, шум воды в стояках и обрывки фраз соседей. — Все чисто, — сказал он сам себе и убрал хвост с кнопочного сотового телефона. Последнюю неделю Зоя приходилось пользоваться старенькой Нокией, потому что новый сенсорный телефон она утопила в ванной во время разговора с подружкой, и он находился в ремонте. А это было на руку Тимофею, точнее, на лапу. — Так-так, где же тут наш ненаглядный Олег? — Ага, — промурлыкал он себе под нос, нажимая лапой на нужные кнопочки. — Сейчас мы напишем смс, чтобы написать. — Ну, давайте так. — Привет, Олег, мне очень нужна твоя помощь. У меня сломался... Тут кот задумался и оглядел комнату. Что же тут может сломаться? Было бы идеально, если бы прорвало трубу. Но Зоя явно не обрадуется море воды, когда вернется, да и мочить свои лапки Тимофею совсем не хотелось. Его взгляд остановился на журнальном столике, где на краю очень удачно лежал маленький нетбук, особо любимой хозяйкой. Недолго думая, пушистый хитрец запрыгнул на столик и непринужденным движением лапы скинул на пол мини-компьютер. Может, конечно, ничего особого с ним и не случилось, зато есть повод позвать Олега. Тем более, что по рассказам хозяйки он разбирается в компьютерах. Довольный собой, кот запрыгнул обратно на кресло и дописал сообщение. Нажав кнопку «Отправить», он еще раз поел и вернулся на место, чтобы дождаться возвращения хозяйки. Ничего не подозревающее, Зоя вернулась домой через несколько часов. Выстав в продовольственном супермаркете огромную очередь, она принесла пакеты с продуктами, которые через несколько часов должны были превратиться в новогодний ужин. Так получилось, что этот Новый год Зоя предстояло праздновать в одиночестве. Родители уехали в любимый еще с советских времен санаторий, сестра с мужем и племянником на все каникулы улетели в Европу, а друзья разбрелись кто куда. Но Зоя не унывала, тем более ей предстояло провести праздник с говорящим котом. «Тимош, я купила, что ты просил», – радостно возвестила она и занесла сумки на кухню. Но когда вошла в комнату, энтузиазма у нее поубавилась. Каким образом нетбук оказался на полу? «Это что такое?» – воскликнула она и устремила взгляд на кота. «Где?» – мурлыкнул Тимофей и сладко потянулся, словно все это время спал. «Почему нетбук валяется на полу? Ведь когда я уходила…» – начала Зоя, но неожиданно раздался звонок в дверь. Она оглянулась, пытаясь понять, кто бы это мог быть. «Ты так и будешь стоять столбом или все-таки откроешь?» – поинтересовался рыжий интриган, хитро глядя на хозяйку. «Сиди тут и не вздумай разговаривать», – погрозила ему пальцем Зоя и пошла в прихожую. «Что ж, я дурак совсем, что ли?» – пробормотал Тим и устроился на подоконнике, прекрасно зная, кто пришел к ним в гости. А вот Зоя и не подозревала, поэтому ее удивлению не было предела, когда она увидела на пороге того, о ком грезила последние полгода. «Олег?» – изумилась она, застыв у порога. «Привет!» – улыбнулся он и смущенно поправил на носу очки. «А что ты тут делаешь?» – спросила Зоя, преградив собой проход в квартиру. «Ну как? Ты же писала, что у тебя компьютер сломался. Просила помочь. Вот я и пришел», – ответил Олег. «А-а-а! Ну да, точно!» – щелкнула пальцами Зоя и натянута улыбнулась, мысленно проклиная рыжего хитреца. Между молодыми людьми повисла неловкая пауза. Зоя пыталась понять, как кот сумел написать сообщение, а Олег – нужна его помощь или нет. «Так может, я пройду?» – наконец спросил он, кивнув головой в сторону квартиры. «Ой, ну конечно, проходи!» – опомнилась девушка. Вышедший в прихожую Тимофей скромно устроился возле подставки для обуви, чтобы своими глазами посмотреть на того, в кого же втюрилась его хозяйка. «Это и есть твой Тимоша? Какой красавец!» Олег присел на корточке, чтобы погладить пушистого стратега. «Да, он самый», – ответила Зоя, про себя высказывая коту все, что она о нем думала. Вдоволь потискав кота, Олег выпрямился и спросил. «А где можно помыть руки?» «В ванной! Сейчас свет тебе включу!» Зоя щелкнула выключателем и приоткрыла дверь в ванную комнату. Пока Олег мыл руки, она возмущенно прошептала. «Это ты его пригласил?» «Ну да, разве ты против?» – усмехнулся кот. «Да как ты!» – громко начала Зоя, но в этот момент из ванной выглянул Олег. «Ты что-то сказала?» – спросил он. «Нет, нет, я молчала. С кем же мне разговаривать? С котом, что ли?» Естественно рассмеялась Зоя, заламывая от волнения руки. Тимофей тяжело вздохнул и покачал головой. Если хозяйка продолжит себя так вести, то этот очкарик сбежит от нее раньше, чем подчинит компьютер. А этого уж коту точно не хотелось. Но на его счастье Олег лишь улыбнулся, не заметив странного поведения Зои, и попросил показать сломанную технику. На черном экране нетбука вылезло несколько строчек, предлагая перезагрузить компьютер или запустить его в безопасном режиме. «Да тут ничего страшного, я быстро справлюсь, не переживай», – заверил Олег. «Слушай, но сегодня же Новый год, я пойму, если тебе некогда», – неловко начала Зоя. «Если честно, я особо никуда не тороплюсь, все равно праздновать не с кем», – Олег пожал плечами. «Ес!» – громко выдал кот, чем привлек к себе внимание. Зоя округлила глаза и покрутила пальцем у виска, благо стоял за спиной у Олега, который тоже удивленно смотрел на рыжего паршивца. «Как-то по-особенному твой кот мяукает», – изумился парень и обернулся к Зое, которая вовремя спрятала руку за спину и натянула беспечную улыбку. «Да он у меня вообще особенный во всем!» «Может, чаю?» – перевела тему она. «Я с удовольствием, а пока посмотрю, что там у тебя с компьютером», – улыбнулся Олег. Подхватив на руки кота, Зоя отнесла его на кухню и легким движением локтя включила электрический чайник. «Ты что, совсем с ума сошел?» – накинулась она на Тимофея, поднеся его мордочку к своему лицу. «Ну, не сдержался, с кем не бывает!» – отвел взгляд он. «Слушай, хозяйка, поставь меня на пол, а то не люблю, когда на весу держит!» Зоя подчинилась и осторожно усадила кота, а сама села перед ним на корточки. «Ты что, сама не понимаешь какое-то шансище? Иди и предложи ему праздновать с нами, вечно я не против!» – милостиво согласился Тим. «Ну, спасибо!» – сплеснула руками Зоя, но потом поняла, что разговаривает слишком громко и понизила голос. «Между прочим, я все еще злюсь на тебя за то, что ты позвал Олега за моей спиной!» «Да ну!» – хитро усмехнулся кот. «А мне показалось, что ты очень даже рада его видеть!» Краска смущения залила лицо Зои до самых корней волос, но она тут же взяла себя в руки. Не хватало еще смущаться перед собственным котом. «Хозяйка, ты же сама мне твердила, что втюрилась в этого очкарика. Я лишь немного подтолкнул вас друг к другу. Так чего ты сидишь? Действуй! Такого шанса больше не будет. Налей ему чайку, достань конфеток. По комплекции заметно, что он любит сладкое. Ну и как бы невзначай намекни, что мы тоже празднуем одни. Пускай присоединяется!» – предложил Тимофей. Зоя задумалась. «А может, Тимоша прав? Почему бы не предложить Олегу отпраздновать Новый год с ней? Ведь в этом нет ничего предусудительного!» «Мурр-мяу!» – нарочито громко мяукнул кот и кивком головы указал куда-то ей за спину. Обернувшись, Зоя увидела, что в дверном проеме стоит Олег и с интересом смотрит на нее. Он что, никогда не видел, как девушка разговаривает с котом? «Я заметил, что у тебя табуретка под елкой расшатана. Может, и ее подремонтировать?» – предложил он. «Да ладно, не заморачивайся!» – начала Зоя. Но тут почувствовала, как кошачьи зубки впились есть в щиколотку. «Ой, то есть давай, конечно! А у тебя есть отвертка?» «Вроде была где-то, сейчас посмотрю!» – отозвалась Зоя. Она залезла в кладовку, где хранила всякую всячину и бегло оглядела ее содержимое. Коробки из-под обуви, старая швабра, плюшевый мишка с одним глазом и шина от велосипеда. «Где же тут может находиться отвертка? Наверное, на антресоли!» Кивнув сама себе, Зоя пронеслась мимо Олега и схватила на кухне табуретку, чтобы добраться до верхней полки. Но только она залезла на нее, как почувствовала, что опора уходит из-под ног. «Ой, ой!» Зоя раскинула руки в сторону, пытаясь удержать равновесие, но вдруг ощутила на талии сильные мужские руки. «Я тебя держу!» – успокоил Олег. Сердце Зои забилось с бешеной силой, а кожа под мужскими ладонями вспыхнула огнем. Зоя вцепилась руками в полку, пытаясь сосредоточиться на поиске отвертки. Но что уж тут скрывать, все ее мысли были о руках Олега. «Нашла!» – воскликнула Зоя и постаралась развернуться, но сделала это настолько неуклюже, что вновь чуть не свалилась со стула. Благо, Олег все это время держал ее. Вот и сейчас его руки кольцом обняли талию и осторожно опустили на пол, спасая от травмы. Зоя знала, что она красная, как рак, но ничего не могла поделать с охватившим тело безудержным волнением. Ее немного успокаивало, что и у Олега щеки схватились легким румянцем. Он был так близко, что она могла чувствовать его дыхание, а его глаза смотрели так ласково. «Отвертку!» «Отвертку нашла!» – пробормотала она, сама не понимая, зачем разрушает этот идеальный момент. «Отлично! Заодно и эту табуретку починю!» – скромно улыбнулся Олег и с неохотой отпустил ее. Лишившись его объятий, Зое показалось, что она вышла из теплого помещения на улицу, потому что стало очень холодно и одиноко. Проклиная себя за дурацкие слова, она вернулась на кухню, чтобы налить себе и Олегу чай. Кот Тимофей сидел на подоконнике и так укоризненно смотрел на Зою, что она не выдержала и шепотом спросила. «Ну что?» «Отвертку нашла!» – передразнил ее собственный кот. «Хозяйка, и зачем ты смотришь сериалы? Объясни мне! Хоть бы научилась там чему полезному!» «Ну а что я должна была ему сказать? Собирай меня, я твоя!» – пожала плечами она и облокотилась на подоконник. «Вот всему надо тебя учить!» – покачал рыжий головой кот. «Ты должна была томно посмотреть на него, потом прикусить нижнюю губу, намекая на поцелуй, и сказать что-то вроде «Ты спас меня, Олег! Ты мой герой!» «О-о-о, если кто и пересмотрел сериалов, то это явно ты!» – рассмеялась Зоя и, потрепав Тима за ухом, потянулась к шкафчику за кружками для чая. «Ну да, люблю я фильмы про человеческую любовь. Что тут такого?» – проворчал рыжий кот и отвел взгляд в окно. Зоя быстро разлила по кружкам любимый бергамотовый чай, вытащила плетеную корзинку с сахарным печеньем, достала из холодильника банку смородиного варенья и выложила его в маленькую хрустальную розетку. «Ну что, как дела?» – Зоя заглянула в комнату, где застала Олега на диване с компьютером в руках. «Все отлично. Когда ты написала, что уронила компьютер, я уж подумал, что он у тебя разбился в дребезги, а так лишь одна царапина. С материнкой все нормально, заодно проверил на вирусы и почистил кэш», – сказал он и отложил нетбук на край дивана. «Ой, спасибо огромное!» – радостно улыбнулась Зоя, мысленно благодаря кота за то, что тот уронил компьютер всего лишь со стола, а не выкинул с балкона. Улыбнувшись в ответ, Олег подошел к наряженной елке и провел ладонью по колючим лапам, украшенным разноцветной мишурой и шариками. «Заодно я табуретку подкрутил, так что эта красота теперь точно не упадет», – заверил он. «Спасибо, Олег. А я и не знала, что ты мастер на все руки», – похвалила его Зоя и стала рядом. Она не удержалась и тоже коснулась рукой одного из шариков с нарисованным снеговичком. Ей нравилось, как его блестки задорно переливаются в свете лампы и дарят новогоднее настроение. «Да пустяки!» – засмеялся Олег и поправил привычным движением очки на носу, но было заметно, что ему приятно слышать похвалу. Его карие глаза смотрели так ласково, что Зоя хотелось раствориться в них и никогда не возвращаться в реальность. Однако она вспомнила про чай. «Ну что, идем на кухню? У меня все готово», – предложила она. На кухне они собрались все втроем. Кот занял наблюдательный пост на подоконнике и с интересом наблюдал за разговором двух людей, которые, очевидно, друг другу нравились. Они болтали о работе, новых сериалах, музыке и погоде, не замечая, как летит время. А Тимофей все думал. Как же странно все устроено у людей. Чтобы признаться друг другу в чувствах, нужно долго ходить вокруг да около, разговаривать, гулять. То ли дело у нас. Встретились, обнюхались и все. Тут он вспомнил свой дачный роман с соседкой Муськой и, глядя в окно, погрузился в сладкую негу ностальгии по чудесным летним денькам. «Ну ладно, времени уже много. Мне идти надо, наверное», – неуверенно сказал Олег, взглянув на часы. «Да, наверное», – смущенно ответила Зоя. Сердце билось в два раза быстрее тиканье на стенных часов, а в горле застряли слова с предложением остаться. Между молодыми людьми повисла неловкая пауза. Они смотрели друг другу в глаза не в силах отвести взгляд, словно виделись в первый раз. Зоя только сейчас смогла разглядеть небольшую ямочку у Олега на подбородке и то, как из уголков его глаз выходили маленькие морщинки-лучики, делая их добрее. Вернувшись из омута воспоминаний, Тимофей понял, что надо спасать ситуацию. Решение в его пушистую рыжую голову пришло мгновенно, и он принялся воплощать в жизнь хитрый план. Беззаботно потянувшись, Тим лениво прошелся по подоконнику, дойдя до самого края, возле которого сидел Олег. Резко развернувшись, кот ловко махнул хвостом и вылил остатки чая прямо на брюки кавалеру-хозяйки. От неожиданности Олег всплеснул руками, а Зоя подскочила с места и в два счета оказалась рядом с ним. «О, Господи, ты обжегся, да? Снимай срочно штаны, сейчас я их застираю, я все исправлю!» Воскликнула она и неумышленно потянулась к ремню на его джинсах, и Олег начал ей помогать. Их тела соприкоснулись, а руки только мешали друг другу, и из-за этого ничего не получалось. Зоя покраснела до кончиков ушей, мысленно проклиная неосторожность кота. «Прости, пожалуйста, сейчас мы все исправим! Черт, ну что за дурацкий замок!» Бормотала она, пытаясь справиться с Ширинкой, не понимая, что делает. «Зоя!» – позвал ее Олег, немного приходя в себя. «Сейчас, сейчас, я уже почти!» – ковырялась Зоя, но вдруг почувствовала, как Олег взял ее за руки и сжал запястье. Она подняла на него взгляд. «Нужно же скорее застирать джинсы, а то пятно так и останется!» «Черт с ним!» – почему-то улыбался Олег, глядя ей в глаза. Зоя растерянно улыбнулась, в ответ чувствуя, как по телу разливается приятное тепло от его рук, давая импульс сердцу биться еще сильнее. «Зоя, я давно хотел сказать. Ты такая добрая, веселая, умная и еще безумно красивая!» – с придыханием сказал Олег, чуть сильнее сжав ее руки. «Ты тоже!» – как зачарованная пробормотала она. «Ты мне очень нравишься!» «И ты мне нравишься!» В воздухе витал аромат хвои, мандаринов и мужского парфюма, от которого у Зои закружилась голова. Буквально в нескольких сантиметрах от нее стоял тот, кто был лучшим мужчиной на свете. «Как там говорил Тимоша?» – томно улыбнуться, прикусить нижнюю губу. А, к черту! Зоя не хотела притворяться, она была такой, какая есть, и не собиралась подражать героине какого-то дурацкого сериала. Одновременно Зоя и Олег прикрыли глаза и потянулись друг к другу губами, которые встретились в нежном поцелуе. Для этих двух людей время будто остановило свой бег, растворилось в моменте. Зоя почувствовала, как ладони Олега скользнули на ее талию, привлекая все ближе к себе. А она руками обвела его шею, чтобы сильнее ощутить всю сладость долгожданного поцелуя. На улице пошел снег. Крупные лохматые хлопья устилали землю белым покрывалом, мерцающим в свете уличных фонарей. Тимофей смотрел на заметенные дорожки, пытаясь выискать хоть одну птичку. Но они все, видимо, уже разбрелись под своим домиком, чтобы отпраздновать Новый год. Поняв, что ловить там больше нечего, он спрыгнул на пол, а потом забрался на диван и устроился на коленях у любимой хозяйки. Она погладила его по мягкой шерстке, и вскоре к ее руке присоединилась еще одна, мужская, отчего Тимофей зажмурился еще крепче. «Ну вот что ездовые собаки бывают, это я слышал, а вот чтобы ездовые коты, это перебор», – произнес с экрана телевизора знаменитый кот Матроскин. Зоя рассмеялась, глядя на персонажа из мультика, и еще ласковее погладила любимого кота, который помог ей обрести счастье в последний день уходящего года. И кто сказал, что чудес не бывает? До Нового года оставались считанные минуты, и Зоя с Олегом ждали его с нетерпением. Они не могли отвести друг от друга влюбленных глаз и держались за руки, чтобы вместе войти в наступающий год. В темноте комнаты горел только экран телевизора, да перемигивались между собой разноцветные лампочки на елке, создавая атмосферу самого волшебного праздника. Наконец президент произнес свою речь, куранты отбили 12 раз, и мир вступил в Новый год. «Ура!» – закричали в один голос Зоя с Олегом под звон бокалов с шампанским и скрипили восторг крепким поцелуем. Пока Олег отвлекся на происходящее в телевизоре, Зоя улучшила секунду и наклонилась к коту. «С Новым годом, Тимоша!» – прошептала она и погладила его по голове. Но кот в ответ лишь натурально мяукнул и запрыгнул на спинку дивана. Ну вот, волшебство закончилось, и ее любимый Тимоша больше не говорит как человек. На мгновение Зоя даже расстроилась, но потом перевела взгляд на сидящего рядом Олега и улыбнулась. Нет, сказка не закончилась, она только начинается. С Новым годом, Тимоша.